Виктория Шаре 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 К 70-летию Победы Почтой России был выпущен штемпель для гашения марок. Если во всех регионах страны он единый, то специально для Самары выпустили уникальный штемпель с изображением самолета Ил-2. В эти дни будут отмечать 40-летие со дня установки памятника в городе. До этого настоящий боевой штурмовик нашли в Карельских лесах. Рабочие самарских предприятий его восстановили и в 1975 году выдрузили на постамент на Московском шоссе. Вплоть до Дня Победы в отделениях Почты России конверты и открытки с символами Победы будут гасить специальным штемперем, то есть ставить печать на марке как знак оплаты. В Великой Отечественной войне приняли участие около полумиллиона жителей губернии. Каждый второй не вернулся с поля боя. В Театре оперы и балета прошел концерт для ветеранов и участников тех событий. За самоотверженный долголетний труд Федор Григорьевич Жмакин получает заслуженную награду. Всю войну он мальчишкой трудился в тылу. В 11 лет встал за токарный станок. Наставник учил мальчика всего три недели. Потом Федору Григорьевичу пришлось осваивать ремесло самому. Так я начал работать, осваивать. Трудно было, конечно, подсказывать некому. По литературе я все освоил. Через четыре месяца мне дали четвертый разряд. Стали уже считать меня полноценным рабочим. За успехи в развитии ветеранского движения и военно-патриотического воспитания почетным знаком губернатора Самарской области награждены пять человек. В канун 70-летия Великой Победы еще пять самарцев награждены юбилейными медалями от имени президента Российской Федерации. Каждый ветеран должен почувствовать, что для нашего общества нет более уважаемого человека, чем участник Великой Отечественной войны и дружных тылов. И это нужно не только ветеранам, двоям нашей Великой Победы. Это нужно нам всем, тем, кому еще долго и долго жить на этой земле. Главные торжества ждут ветеранов 9 мая. Многие из них примут участие в параде Победы, который пройдет на площади Куйбышева. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Общественный совет с символическим названием «Звезда» микрорайона номер 2 поздравил своих ветеранов с наступающим праздником Победы. Также в неформальной обстановке участники совета обсудили актуальные для микрорайона вопросы, разработали стратегии работы на ближайшее будущее. Общественные советы, созданные в каждом микрорайоне Самары, как раз призваны оперативнее узнавать, какие проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов. В них входят председатели многоквартирных домов, ТОСов, представители частных и бюджетных организаций. Общественники будут собирать инициативы и обращения граждан, вырабатывать рекомендации и предложения для властей, в том числе касательно поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вопросов благоустройства территории и проблем ЖКХ. Это вопрос, связанный с качеством горячей воды в период отключения отопительного сезона. То есть очень много отжалов от жителей. Соответственно, этот вопрос будем поднимать на общественном совете. Я уверен в том, что общественные советы будут очень серьезной поддержкой в работе как депутатов районного совета, как депутатов городской дома, да и в принципе всей власти. История Самары в дороге. В городе начал ходить экскурсионный автобус. На 50 маршруте от железнодорожного вокзала и до автостанции на Красной Глинке теперь звучат истории о самарских героях, подвиге работников тыла и роли Куйбышева во время Великой Отечественной войны. На познавательном автобусе прокатилась наша съемочная группа. Куйбышевская железная дорога сыграла решающую роль во время Великой Отечественной войны, связывая тыл с фронтом. За эти годы по ее стальным магистралям перевезено 19 миллионов вагонов груза, в том числе около миллиона цистерн. О наушниках и планшетах в дороге можно забыть. Пассажиры 50-го автобуса теперь внимательно слушают громкоговоритель. Рассказы о Куйбышеве в годы войны с замиранием слушают и сотрудники общественного транспорта. Шутят. Работа теперь переносит не только доход, знания. Про управленческие, то что заводы там совмещали, совместные в военное время делали. И ГЭС строился на управленческом теле, жилые помещения. Автобус с сюрпризом узнать на улице можно сразу. На нем так и написано «Экскурсионный автобус. Знай историю своего города». Тексты составлялись так, чтобы показать памятники, посвященные героям, рассказать о Куйбышеве во время Великой Отечественной и пробудить в жителях гордость за свой город. Мне очень понравился сюжет, связанный с работниками трамвайного депо города Куйбышева, которые непосредственно помогали медработникам города. Они подводили специальные железнодорожные пути к больницам, к вокзалу, для того, чтобы легче было перевозить раненых. Информация подбиралась именно по этим, опять же, принципам. То есть рассказ о вещах, которые никто не знает, но это интересно. Вторая задача, чтобы это превратилось в понимание, то есть легло на тот объем информации, которым человек располагает. И третья, чтобы уровень уважения и интереса к городу хотя бы чуть-чуть возрос. После нескольких минут пути на познавательном автобусе пассажиры, преисполненные патриотических чувств от всей души, благодарят ветеранов. Если бы наши предки не выиграли, то нас могло и не быть. Нас сравняли бы с землей. Экскурсионные автобусы можно встретить на трех маршрутах – в 50-м, 56-м и 61-м. Планируется, что познавательный транспорт будет ходить и после праздника Победы, вплоть до осени. Алина Чемери, Сарцем Сулайманов, События. Спустя более 20 лет водители городского муниципального общественного транспорта снова надевают форму. Почти 170 новых комплектов рубашек, жилетов и фуражек уже поступили на вооружение. Их шили по спецзаказу в ателье. Каждый комплект сшит индивидуально. Пока форму наденут только водители автобусов МП «Пассажир Автотранс». По мнению пассажиров, новое введение поможет водителям стать более дисциплинированными. Конечно, красиво. И дисциплинировать наверняка их будет, мне кажется. Но это лучше, чем без формы. Последняя форма была в начале 90-х годов. Было решено возродить старые традиции, когда водители были в форме и радовало глаз пассажиров и жителей города их как-то одеть, как-то выделить из общей массы. Геофиты, эфемероиды, тегасы и другие представители разноцветных растений поселились на площадке возле самолета Ил-2 в Самаре. В начале мая по всему городу высаживают растения на радость горожанам. Надежда Козлова – настоящий агроном. За цветами ухаживать любит с детства. И профессию в жизни выбрала по душе. Рыхлить, полоть, поливать и высаживать нужно легкой рукой. И тогда растения обязательно приживутся, говорит женщина. Эта рассада выращена у нас в нашем хозяйстве, в кассетах. Называется тагетис оранжевый. Однолетние бархотки, многолетние тюльпаны и вечные буквы из искусственного газона. Помним, гордимся. Зеленую надпись возле знаменитого самолета Ил-2 на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Видно за сотни метров. Также у нас была установлена топиарная фигура на фонтане «30 лет победы». Там поставили мы красную звезду, георгийской лентой и гвоздикой. И также установлена георгийской лентой и гвоздикой звезда на площади памяти. Каждый день сотрудники горзеленхоза высаживают по 6 тысяч цветов. В городе во многих местах можно встретить красные звезды из тюльпанов, желто-зеленые лавровые ветви и топиарные фигуры. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Вальс победы звучит над городом. Горожане закружились под звуки музыки прямо на улицах. Фестиваль под открытым небом охватил весь город. Даже в самых отдаленных уголках Самары, в поселке Береза и Рубежный, школьники приглашают на танец всех горожан. В спину прямо, носик тянут. Танцующие стараются не сбиться с ритма и счета, а также ненароком не наступить на ногу партнеру. Вальсировать ребята научились буквально несколько дней назад. Вообще он учится в принципе легко, но были сложности, конечно же. Путались ноги, шаги. На самом деле ничего трудного нет, просто нужно знать счет и двигаться. В принципе, мне кажется, это каждый может. Как к любому балу, к этому событию готовились заранее. Важно не только вальсировать научиться, но и выглядеть соответствующе. Наряд выбирали очень тяжело, не знали на самом деле, что одеть. Помогали преподаватели, определенный стиль. Юбки шили, прически сами. Просто нам сказали сделать косички. Фестиваль под открытым небом вальс победы в эти дни проходит на 14 площадках города. Даже в самых отдаленных уголках областной столицы. Такая традиция проводить разные балы в нашем городе, она уже несколько лет складывается. И у нас нет такой школы, где бы дети не танцевали. К танцующим под открытым небом школьникам могут присоединиться все желающие. И горожане не упускают эту возможность. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. В камерном зале театра оперы и балета особенная публика. Перед ветеранами выступают артисты хоровой школы и солисты оперы. Со сцены дети рассказывают о войне, у которой, как известно, не детское лицо. На премьере побывал и наш корреспондент. Война глазами детей. Дневники детской памяти. Музыкальный спектакль, поставленный совместно участниками детской хоровой школы и артистами театра оперы и балета. Щемящий, пронзительный, берущий за душу. Мама, на все кусочек какой-нибудь подсовывала по ночам. Жалела нас. А сама говорила, нет, нет, я не хочу есть. Ей, знаете, как-то все время не хотелось есть. И мы верили ей. К постановке юных артистов готовили буквально с нуля. Два месяца ребята с педагогами и режиссерами читали книги о войне, смотрели военные фильмы, встречались с ветеранами. Полностью погружались в историю. Если бы вот поставить первый и последний репетит, то это небо и земля. Если вначале это, ну, серо, неэмоционально, спокойно, то вот то, к чему они пришли, поверьте, я на всех репетициях была, на вчерашнем премьере, смотрю и каждый раз, в тот момент, когда дети там читают воспоминания о войне, у меня у самой текут слезы. Зрители – ветераны Великой Отечественной. Выступать перед такой публикой особенно волнительно. Кому приходилось быть в окопах на переднем крае, они все эти тяжелые вещи, у них врезалась память. И поэтому, как только об этом разговор, как на экране всплывает. Поэтому это очень тяжело. Страшные события в глазах детей страшнее в сто раз. И уже это должно заставить взрослых о многом задуматься. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События. Фотографии, запечатленные на долгие годы мгновения. В 41-м году люди фотографировались, уходя на войну, чтобы оставить о себе память детям и внукам. С тех пор прошло много лет. Фотокарточки героев войны постарели. На многих уже трудно разглядеть детали. Акция «Бессмертный полк» позволила потомкам увидеть неизвестные, но такие родные черты лица погибших прадедов. На заводе авиационных подшипников с нетерпением ждут свою сотрудницу Ольгу Борщеву. В администрацию Октябрьского района она приехала забрать фотографии родственников заводчан, участников Великой Отечественной войны. Ведь эти фотографии – это настоящие раритеты. Они были маленькие, они были крошечного размера, плохого качества. Где-то были газетные вырезки. Это та память, которая осталась в семье. И когда появилась возможность вот эту память представить и пройти с фотографией своего деда, прадеда. У нас очень много молодых ребят, которые с удовольствием принимают участие в этой акции. В летопись «Бессмертного полка» уже записано почти 240 тысяч имен. Сотни самарцев несут в районной администрации снимки своих отцов и дедов и с трепетом ждут результатов. Людей много было. Бывало, приходила бабушка, говорила, вот у меня сохранилась последняя фотография моего папы воевавшего. И переживают очень сильно за то, что они потеряются ли они где-нибудь, потому что многие же фотографии отдают в музей и потом им не возвращают. В Самаре фотографии всем владельцам вернули. 9 мая пройдет построение «Бессмертного полка». Люди гордо встанут с большими портретами героев. Те, кто не успел отсканировать и подготовить фотографии своих родных, воевавших во время Великой Отечественной войны, смогут сделать это в следующем году, накануне очередного Дня Победы. Акция «Бессмертный полк» непременно продолжится. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. 30 праздничных залпов прогремят в 10 вечера 9 мая на набережной Уладьи в честь юбилея Великой Победы. Чтобы тысячи самарцев после фейерверка без проблем добрались домой, в городе будут ходить дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. Общественный транспорт будет ждать жителей на Новосадово и Мичурино, на проспекте Ленина, на площади Куйбышева и на площади Революции. Номера маршрутов указаны на экране. В Крыму снова заработали пластиковые карты. Это связано с запуском национальной системы платежных карт РФ. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Нас смотрите онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и хороших выходных! Банк России снизил ключевую ставку с 14 до 12,5% годовых. Эксперты полагают, что это может привести к снижению ставок по кредитам и вкладам, а также спровоцировать ослабление рубля. Как поясняют в регуляторе, решение о снижении ключевой ставки было принято с учетом ослабления инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. Отчасти прогнозы экспертов оправдались. Рубль после оглашения решения регулятора несколько ослабел, а ставки по вкладам пошли вниз. А вот с кредитами пока не все ясно. Банки что-то не торопятся снижать процентные ставки. Но другого от них ждать сложно. В марте объем вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках, работающих в Самарской области, вырос на 0,9% и составил без малого 828 млрд. рублей. В частности, вклады в банках, зарегистрированных в регионе, выросли на 1,5% и составили 106 млрд. рублей. Вклады в филиалах иногородних банков выросли на 0,8% до 721 млрд. рублей. В Крыму снова заработали пластиковые карты. Это связано с запуском национальной системы платежных карт России. Так что теперь на территории полуострова принимаются карты Visa и MasterCard. Ранее обе системы заявляли о прекращении работы в Крыму в связи с санкциями США. Снять наличные деньги владельцы карт этих систем в Крыму пока могут лишь в банкоматах Российского Национального Коммерческого Банка, который при этом не берет комиссию по операциям с картами других российских банков. Ну вот, не был в Крыму, так что подтвердить или опровергнуть не могу. А на сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские ветераны шахмат попали в лучшую шестерку чемпионата страны. Самарские боксеры – призеры второго этапа летней спартакиады России. Влада Ленская Богомолова завоевала золото на теннисном турнире в Твери. Самарская теннисистка Влада Ленская Богомолова завоевала кубок Твери среди девушек до 13 лет. А уже в Татарстане на открытом первенстве республики еще одна самарчанка Анастасия Гурьева выиграла серебряную медаль. В Пензе завершился второй этап летней спартакиады России по боксу. За Самарскую губернию сражались 19 бойцов. Им составили конкуренцию более сотни спортсменов из 12 регионов. Вновь на высшую ступень пьедестала почета поднялся Вахит Абасов. Его поддержал Сергей Киселев. Серебро в активе Василия Дубкова, Евгения Рыбалкина, Матвея Демина и Михаила Тараканова. Бронзы отметился Валерий Крайнов. На счету женской сборной по боксу одно первое место, два вторых и два третьих. Чемпионат страны по шахматам среди ветеранов собрал полторы сотни спортсменов. Соревновались по классическим быстрым шахматам и блицу. За столы садились международные гроссмейстера и международные мастера. За Самару успешно сыграл Элеонора Каляева. Десятое место в рапиде быстрой шахматы. Анатолий Сидоров в классике взобрался на почетное шестое место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА